Мама, смотрите какой залетел, муж говорит это, шершень, если он укусит, мало не покажется, он сейчас, не знаю, его надо отсюда как-то убирать, он, знаете, величиной, наверное, с мой мизинец, я таких не видала огромных, как пчела выглядит, но огромный, сейчас мы его отсюда уберем, как-нибудь постараемся. Привет, друзья и гости моего канала, мы снова в саду, приехали недавно, час, наверное, назад, попили чайку тут, и сын уехал домой в город, а мы остались, и сейчас сходим вместе с вами в теплицу, посмотрим, что там происходит, я уже заглядывала, там есть изменения, и не все в лучшую сторону, сейчас сходим, посмотрим. Вот смотрите, что происходит в теплице с томатами, вот это маячок, который я показывала вам уже, это у меня в стаканчике была помидорка, и я нечаянно макушку обломила, и посадила вот тут, воткнула, и она вот видите, тут вот, я смотрю, пасынок пошел, то есть она начала выращивать замену этой отсутствующей макушке, у меня такой опыт уже был, в прошлом году я сахарную анастасию так обломила, посадила только вот этот стебелечек, она нарастила новую макушку, и дала урожай с опозданием где-то недели на две от обычных томатов, и вот смотрите, какие листья у стены и у дверей, и они померзли, видите, это вот точно сработал холодный воздух, а тут, сейчас покажу, все закрыто, и я, друзья, заглядывала уже туда, там томатики выглядят прилично, сейчас найдем, где заглянуть, я хотела, думаю, может открыть сегодня уже, но сейчас уже вечер, не буду ночью, все равно вот холодно смотрели, вот смотрите, как выглядят томаты, которые укрыты, обычно не замерзли ничего, а там видно даже по листочкам, что морозом прихватило, вот если бы мы не укрыли, такая участь ждала бы, может быть, не все томатинки, может, в середине теплицы, и обошлось бы, а вот с боков, точно бы, которые близко к дверям, к стенам, они бы точно были затронуты морозом, сейчас я вам покажу еще такую историю, я уже заглядывала с двух сторон, и с той, и с этой стороны, вот сейчас сколько тут градусов, так, вот на данный момент 30, это нагрела сегодня солнечная погода, облаков очень мало, мы приехали, когда я заходила, мы перец привезли, было вообще 40 градусов на градуснике, тут, кстати, одновременно, вот этот спонбонд играет роль в жару, как притеняющий материал, ну, я так думаю, что тоже двойная польза, отсекает холодный воздух ночью, и притеняет немножко растение, вот тут тоже, вот смотрите, обычно они смотрятся, немножко пожелтели листочки нижние, они такие были, когда мы уезжали, я их потом уберу, отщипнув все они, ни к чему, они даже при хорошей погоде, нижние листочки, как правило, желтеют, почему-то от стресса, когда пересадка, добезешь, транспортировка, все, и они как-то вот быстро на нет сходят, вот, друзья, смотрите, какая история, вот тут я просто закинула вот так спонбон, и тут немножко была щель, туда, ну, как щель, вот, вот тоже у дверей, вот смотрите, какая история, вот эта томатинка так выглядит, которая уже подальше, уже на которую полностью хватило этого укрытного материала, тут вот, видимо, отошел он, и вот это явно, температурой воздуха, так, дальше, что у нас тут, вот там, такие, ну, по крайней мере, таких-то листочков, которые, это явно от холода, нет, вот две такие я обнаружила, в другом месте смотрела, у самых дверей, но там бельевыми прищепками было плотно закрыто, там нет такого, томатики не пострадали, так, тут, 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 вот, тут смотрим тоже, с другой стороны дверей, так, тоже вот так-то, по идее, вон она у меня, питунья, видите, как уже, все больше-больше цветочков, где вторая, а вон красотинка тоже, все больше-больше цветочков открывается на ней, она все более красивая становится, так, о, кстати, не знаю, или мне это кажется, или так и есть, сейчас заглянем, мы с Турцией, что-то подобие, так, сейчас, подобие цветочков, там, зашедшие, или это трава, нет, трава, думала, вот это издали, думала, что это зашла нас Турция, но нет, ну нет, второй горшок там, ну, мне кажется, точно так же, и пока не показались всходы, сразу же пришла, проверила огурчики, которые я садила под банки, в другую теплицу, нет, пока всходов вообще ни одного нет, тут вот, закрыто, глухо, тут они нормально, не померзли листочки, конечно, вид-то у них такой, фиолетовый от холода, было очень холодно, и с минусами, что от них ждать, от томатов, такую погоду, ничего хорошего, вот это и не приходилось ждать, вот, друзья, этот перчик мы привезли сегодня, вот, у меня весь больше нет, не знаю, теперь опять думаю, закрыть его сверху еще дополнительно, у меня спадбона нет, не знаю, или так оставить, ночевать, ночью у нас тоже ближайшие несколько дней еще будут ночной температуры плюс 5, плюс 4 даже есть, один день в теплице, может на градус на 2 и потеплее будет, но если учесть, что перцы они более теплолюбивая культура и менее выносливые от похолодания, даже не знаю, как они у меня тут будут выживать, сейчас покажу вам еще одну, вот, смотрите, этот перец горький, я его уже не один год показываю, так скажем, и он у меня все растет, оказывается, это можно назвать ее многолетней культурой, не знаю, как они, вот она, в прошлом году мы привезли, горшочки, всю зиму рос, дал урожай этот горький перец, маленькие такие, красные, горькие очень, стручки, цвел и мы сняли прилично стручку, поштучно считать нынче, он у нас выглядел очень так плохо, и где-то и листву немножко сбрасывал, потом смотрю во второй половине зимы он начал цвести, вот тут вот уже цветочки есть, и я его снова привезла в сад, вот сегодня вместе с таким перцем, он, конечно, стебель у него уже такой более, такой какой-то грубый стволик, вот эти все, и цветет он менее обильно, чем в прошлом году, когда у нас рос в квартире зимой, пока вот завязи я не вижу, но я невнимательно смотрела, может где-то есть, так, ради эксперимента нам столько он насушен, этого перца с стручками, много очень, одно растение и очень много перца дал, и вот сейчас снова его привезли, я высажу снова в теплицу его, не надо сюда-то его приносить, надо туда к томатам сажать, а то они, говорят, могут перепылиться, и сладкие перцы станут горькими, кстати, сейчас говорю, вспомнила эту особенность, я его посажу к томатам, у меня в прошлом году тоже он с томатами рос, чтобы не было перепыления, на всякий случай, вот смотрите, чудо, то есть он, женщина мне как-то писала, мне было интересно, я первый раз сталкивалась, чтобы так вот на зиму перец увозить, я спрашивала, кто знает, может быть, как культура эта способна, сколько лет расти, или как она себя ведет, она писала мне, что она двухлетняя считаться, но тут вот видите, уже на третий год счет пошел, конечно, растение выглядит не так, как первые два года, более старое, стволить мне не очень нравится, какой-то такой, но может быть на свежем воздухе, в теплице он себя еще покажет, посмотрим, огурчики, друзья, ни один не зашел, хотя я и сажала 5 мая, сегодня 11 мы приехали, не знаю, может, рано я еще жду всходов, посмотрим, а может было настолько холодно, они даже и не хотят вылазить еще из своих домиках росточки, чтобы не замерзнуть, вот муж сделал такие трапики мне, и с той стороны есть, в той теплице такая же история, тут удобно ставить какие-то там, допустим, бедра, еще там, какие-то принесешь там, мало ли, или удобрения, или что-то, ну, не важно, и поставишь сюда, все-таки не на землю, тут бывает земля и сырая, и грязная, мне очень нравится ее, смотрите, как я трава прет сделала, вот сейчас покажу вам, когда очистила теплицу, после зимы начала всходить очень бурно, трава сорная, я все тут почистила, все выдергала, всю траву и послала, вот эта клеенка, знаете, из-под чего, она из-под земли, которую я использовала для рассады, я разрезала эти пакеты, и вот так послала сюда, и трава очень долго, тут вон червячок появился, ну, ползет, слала раньше просто газетные листки, но они отсыревают, и трава, особенно осод, вот он настолько оживучий, сильный, он пробивает, впоследствии эту газетные листочки бумагу, и прорастает, я надеюсь, что вот этот вариант с клеенкой послужит более долго, я вот так сделала, и тут, и в других местах, и вот смотрите, тут ее, в принципе, эту клеенку и не видно, она черного цвета, как будто просто тут все чисто, без сорняков, мне нравится такой вариант, вот у меня еще тут клееночка такая же лежит, не использована, я еще в другом месте так сделаю, но она единственная, что тут, по-моему, литраж был 5 литров, он пакет поменьше площадь получаться, ну и что, я два использую, а этот, а этот, вот большой я вам показывала, тут 10 литров, ну, земли я имею ввиду, грунта было, он больше размера, он вообще даже, мне пришлось ни подгибать, ни обрезать, он вот тютелька в тютельку, по этому трапику, как будто специально сделан трапик под эту клеенку, или клеенка под этот трапик, идеально, все, подошло, у меня вот в таких коробках из-под обуви лежат эти тесемочки, веревочки, которые мне стволики, у томатов я подвязываю в процессе, когда они начинают расти, в процессе роста, и однажды была история, я также открыла что-то там, не знаю, что там, полезла в эти веревочки, тесемочки, и обнаружила там, знаете, кого, там расположилась ящерица, на дне почти коробки, под этими тесемочками, она там, наверное, осенью расположилась для зимовки, да, это осенью была, и она там спала, я, конечно, тут ее спугнулась, спугнулась, я гашила ее, она проснулась, а потом я уже, ну, сразу закрыла все аккуратно, а потом уже тихонько там смотрела, ее не было, она, конечно, там ушла, другая убежала быстро, смотрите, они куда могут даже собраться, зимовать, сейчас хочу раскутать эту бочку, посмотреть, посадила пять семечек, этих огурчиков, не помню уж, какой сорт, по-моему, какие-то открытые были, прошлого года, просто интересно, что у меня там происходит, бочка эта у нас старая, она прохудилась, я ее несколько лет использовала для бродилки, свежескошенную траву, крапиву замачивала, а сейчас она вся в дырах, как решето, и мы ее наполнили, внизу ветки всякие старые, все повыше, там еще какие-то помельче веточки, и в конце там компостом муж набил это все, я залазила в эту бочку, потоптала, чтобы это все осело, потому что все костром было, я сейчас еще ни разу не заглядывала, семечки положила, горят в бочках, хорошо распутаны, посмотрю хотя бы, зашли они, нет, тоже семена не пророщены, не замочены, даже намека нет, не знаю, там вот, мне кажется, это просто трава, не похоже на росточки, ой, кстати, вот это очень сильно напоминает огурчик, сходы огурчика, вон, очень-очень похоже, я сейчас, кстати, вот такие полью, потому что тут же влага ниоткуда не поступает, вот этот похож, возможно, я сейчас эту-то, нужно вообще убрать, она не нужна, этот кусок выкину, кроме вот этого, ничего похожего на всходы огурчиков, нет, пять я посадила, семечек должно, пять, вот еще, похоже, на всходы, как огурчика, сейчас приближу, вот, возможно, что это огурцы, два нашла, похоже, я не знаю, вон, смотри, сейчас покажу,